Это граф «Ж». Какая будет процедура становления из «Ж» двух графов? «Ж1» и «Ж2»? Есть некоторая вот такая точка. Ее можно заменить на такой маршрут и такой маршрут. Они не пересекаются. Да-да-да, конечно. Ну, сделаем эту процедуру с нашей «Ж». Например, вот этой точке. Сначала объединим пару. Один, ноль. Это будет одна стрелка. А ты прямо на ней так и напиши, Коль. Один, ноль. Прямо на этой стрелке, в кавычках, напиши один, ноль. Еще надо нарисовать один, один. И еще, если мы объединим такую пару, мы должны были объединить вот такую пару. один, да? Один, один. То есть вот так. И это называется граф «Ж1». Да, ну и вот здесь уже нет точки. Она здесь была. «Ж2». Ну, хорошо, хорошо, да. Граф «Ж1», да. Что такое «Ж2»? надо объединить один, один. И здесь будет печь только один, ноль. Я не понял тогда. «Ж2». Надо объединить вот эти два рема и вот эти два рема. Так, а в прошлый раз ты что объединил? Вот эти два рема. Один, ноль. Да. И один, один. Ну, хорошо, дальше. Так. Так. То есть здесь будет такой рема и вот такой рема. Оно возникло из бывших рёбер 1,0. Это два ребра, объединённые в одно. Так. Так, ребят, в любом случае у нас вот были два ребра объединились в одно и другие два ребра объединились в одно. Теперь понятно, что такое «Ж1» и что такое «Ж2». Да. Понятно. Да. Сколько было циклов в графе «Ж»? Все помнят? Два. Два. Да. А давайте проверим, сколько циклов в «Ж1», а сколько циклов в «Ж2». Здесь было два цикла. Сколько циклов здесь? Один. Раз. Один. Один цикл. Смотрите, выходит отсюда, 0. Ну, в общем, да. Один цикл. Сколько здесь циклов? Один. Там три точки с петлей. Один цикл. Угу. Ребята, а ведь два – это один плюс один. И это не случайно, ребята. Дело в том, что действительно через вершину вы идете или так, или так. То есть точно, что… Слушай, ты все это запиши. «Ц» от «Ж» равно «Ц» от «Ж1» плюс «Ц…» И это всегда так. Это… Ну, не то, что для этой картинки. «Ц» от «Ж1» плюс «Ц» от «Ж2». Это важно. Да. Теперь. Пусть эта стрелка будет «П». Да. Эта стрелка будет «У». Эта стрелка будет «Р». Эта стрелка будет «Р». Эта стрелка будет «С». Да. Тогда… Так, еще раз, логика. Если у нас в каждой вершине есть петля, то это мы уже доказали. Поэтому сейчас смотрим на тот граф «Ж», в котором есть вершина вот такого типа, в которой нет петли. Нарисуем звездочку. Нет. Потому что пиши лемму, которую ты собираешься заказывать. Лемма. Количество циклов в графе «Ж» со звездой. «С» от «Ж» со звездой. Не от «Ж», а «Ж» со звездой. Как ни странно, это есть 2 умножить на количество циклов в «Ж1» со звездой плюс количество циклов в «Ж2» со звездой. Ребят, обратите внимание, что этого достаточно для доказательства той теоремы. Вот интересно, почему? Это умножение на 2. Это умножение на 2. Но в графе «Ж1» вершин меньше. Поэтому, причем ровно на 1 меньше. Поэтому по индукции циклов в «Ж1» со звездой – это 2 в степени количества вершин графа «Ж1» со звездой минус 1 умножить на количество циклов в «Ж1». Коля, напиши, пожалуйста, это. Итак, по предположению индукции. Это важно, чтобы все поняли. Не надо словами, а просто циклов от «Ж1» со звездой. Звездой – это 2 в степени количества вершин в «Ж1» со звездой минус 1 умножить на количество циклов в графе «Ж1». Уже без всякой звезды. И вторая строчка. Циклов в «Ж2» со звездой – это потому, что в них меньше вершин. И мы можем считать, что для них все доказали. На самом деле, что в «Ж2», что в «Ж1» количество вершин одно и то же. А вот циклов может быть другое количество. Умножить до нации. Точку поставишь, если ты там ставил точку умножения. Вот, очень хорошо. А теперь смотрите, что мы должны сделать. Мы должны эти два равенства сложить. И вспомнить, что о циклах у нас там было… Помните? Циклы в «Ж» – это циклы в «Ж1» плюс циклы в «Ж2». И когда вы это сложите, та обещанная теорема получится. Вот. Ну что вы? И осмотрим звездочку от такой картинки. «П», «У», «Р», «С». Какие три случая есть? Сначала нарисуем звездочку. Есть точка «П», есть точка «У», есть точка «Р». «У». Не понял. Это не звездочка. В звездочке, там вершины, это… Это «Р». Вот именно. Ну да. Но надо было поставить в центре «В». Коль. В центре надо было поставить точку «В» и обозначать их не «П», а «ПВ». «Р». Я обозначил ребры. «П», «Ку», «Р», «С». А. Стрелочки. Понял. То есть «П», «Ку», «Р», «С» – это не точки, из которых мы идем в вершину, а это сами стрелочки. Да. Отлично. Тогда все понятно. Поэтому эта точка – это «П», «Ф», «С», «Ку». Какие тут ребры? Из «П», «Р», «П», «Ф», «С», «Ку», «Ф», и «Ку», «С». Так? Да. Так. Я смотрю. Это в графе. Да. Какие в нем бывают циклы? Циклы бывают трех типов. Понятно, что надо вернуться из точки «Р» в точку «П» и точку «У». Ну, какой ребра ты самая… С какого ребра ты начинаешь, Коль? С какого ребра ты начинаешь этот счет? Ну, «С», «Р», «П». Отлично. Как-нибудь его там выдели, пунктирчиком каким-нибудь, я не дай там, да. Да. С этого ребра все начинаем. Итак, мы вышли из точки «П», вошли в точку «Р». Дальше что? Пошли куда. Да. Есть рисунки. Я рисую здесь «С1», «С2», «С1», «С2», «С1», «С2». Так, давайте поймем, что такое «С1». «С1» — это какой-то путь по стрелочкам нашего графа, который стартует в точке «Р» и заканчивается в точке «П». и не идет по «Р». Это как бы возвращение обратно в «Р». Ну да, да, да. И не проходит через точку «К». Отлично. То же самое «С2» — это путь, который не проходит через вершины «П», «К», «Р», «С» и ведет из «Р» в «К». Точно так же «С4» из «С» в «К» и «С3» из «С» в «П». Ну хорошо, да, есть такие пути. Теперь посмотрим на «Ж1» и «Ж2». В «Ж1» есть точка «Р» равно «П». Ну не в «Ж1», а скорее в «Ж1» со звездой. Да. Коль, если можно, на левой картинке напиши «Ж» со звездой». Вот это так устроено в «Ж» со звездой, да. Еще можно стереть уже правую картинку, Коль, чтобы у тебя и «Ж1» со звездой, и «Ж2» со звездой на эту доску влезли. Сможешь? «Р» равно «П» и «С» равно «К». Ну не то, что равно, а возникла новая вершина. Новая вершина, которую я так обозначу. Да. Теперь, какие там бывают циклы? Какой цикл можно посмотреть? Но смотрите, графы на самом деле во всем другом одинаковые. Так? Да. Поэтому здесь я могу написать, что из «Р» в «П» есть… это стала петля. «С1» из «С» в «Ку» – «С4», из «Р» в «Ку» – «С2» и обратим «С3». Так, это в «Ж1» со звездой. Действительно… Проверяйте, пожалуйста. Вот так вот. Да, хорошо, дальше. Дальше. Что такое «Ж2» со звездой? «Р» равно «Ку» и «С» равно «С». Такие две вершины в «Ж2» со звездой. Так? Какие циклы? Какие пути? Сейчас. Я не понял, почему склеились именно «Р» и «Ку». Другая пара. А, да, понял, понял, извини. Другая пара. Да, да, забыл. «Р» и «Ку». «Р», «Ку» заимен на «С2», то есть здесь «С2», здесь «С2», «С3», «С1» соединяет «Р» с «П», ну и здесь «С4». Вот такая картинка. Посчитаем количество циклов. Очевидно, что здесь «1» и здесь «1». Ну, не то чтобы «1», но для каждого выбора путей «С1», «С2», «С3», «С4», если они проходят по всем ребрам графа, то получается действительно вот такой вот… Осталось доказать, что здесь их «4». «4», так? Не совсем. Потому что у нас, понимаешь, надо бы все-таки устроить взаимно однозначное соответствие. Устроим. Сначала давайте выпишем 4 пути там. Ну да, их надо просто увидеть. 4 пути. 4 пути. П, Р. П, Р. Да. Дальше. Мы можем идти «С1», а можем идти «С2». Есть два случая. Да. «С1», «ПР», «С1». Очевидно, что дальше мы должны идти «ПС». «ПР». Потому что других выходов нет. Трем. Прямо свисо слова. «ПС». Дальше. Если мы пойдем «С3», то мы уже зацеплюся. Поэтому мы должны идти «С4». Да. Если мы пойдем путем «КУСС2», «С3», то мы опять зацепляемся, не пройдя путь «КУРС2». И поэтому единственный вариант – это дальше «КУРС2», «КУСС3». «КУСС3». Хорошо. Дальше. Это если мы начали с «С1». Дальше. Если мы начали с «С2», «КУРС2», 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 «КУРС2». Рассмотрим вариант, когда мы идем «КУРС2». «КУРС2». Дальше обязательно мы идем «С1». После этого обязательно «КУРС». Если мы пойдем сейчас «КУРС2», то мы не пройдем путь «КУРС2». Поэтому должны идти «КУРС2». дальше «КУРС2». Дальше «КУРС2». Это один случай. Ещё там есть. «ПРС2 за КУРС2» «КУРС2», «КУРС2». Есть два случая. Либо мы дальше «КУРС2», «КУРС2», «КУРС2». Либо мы дальше отходим при помощи С3, ПС, С4, КР, С1, либо мы отходим при помощи С4. Обойдем сначала при помощи С3, С3, ПС, ПС, дальше С4, КР, С1, и второй ряд, ПР, С2, КС, С4. Дальше С4, потом обязательно идти КУЭ, КУЭ, дальше С1, дальше ПС, и С3. Видно, что я выписала все варианты. Видно, что я выписала все варианты. Видно, видно. И что? Я то же что говорил, и почему? Говорил, говорил, дальше что? Здесь их 4. Да. 4 это 2 умножить на 1 плюс 1. Да. Вот. И поэтому в первом случае я доказал. Так, ребята, все поняли намек на первый случай. Кстати, интересно, кто-нибудь заметил, что такое первый случай? Или нет? Первый случай, когда у вас так соединено. Ветри нет. Второй случай. Есть 4 точки, и все пути из Э ведут в П, и либо ведут в Ту. Поэтому есть еще 2 случая. Но на самом деле они идентичны. Поэтому достаточно рассматривать только один. Второй случай. Если у нас имеются вот такие вот дуги. То есть из Р мы возвращаемся в П, и потом опять возвращаемся в П. Но обозначим естественно. Да, ребят. Если на самом деле мы из Р обязательно идем в Ку, а из С потом обязательно идем в П, то это соответствует тому, что просто П и Ку поменять местами. Обозначим вот это Д1, Д2, Д3 и Д4. Это естественно. Так? Давай, давай, давай. Это график. Это график Ж со звездочкой. Да. Что график Ж1 со звездочкой? Э равно П, С равно Ку. Это Ж1 со звездочкой. Да. И П равно С. Смотрите, здесь два цикла из Р, П. Так? Рисуй, рисуй. Поэтому здесь просто петля. Две петли. И тут тоже петля. Две петли. Две петли, да. И поэтому здесь нету элементов циклов. Ноль. Да, хорошо. Здесь из Р в Ку ничего не ведет. Из Р в П здесь есть два сюда. И сюда два. Ничего не понимаю. Вот здесь Д1. Д2, Д3, Д4. Это, говорят, ты особо не хочешь поровну, да? Их очевидно поровну. Давайте. Кто подхватит? Ну, можно выписать эти циклы. Вот когда мы идем, ну как, у нас есть две вершины. И какие-то длинные пути. Да. Ну, скажем, сначала мы прошли по Д1. Да. Почему мы можем вернуться? По Д2 и Д4. Нет. По Д2 не вернешься. Либо по Д3, либо по Д4. Поэтому есть такая штука. Д1, Д3, Д2, Д4. И Д1. Или Д1, Д4. Д2, Д3. Понятно. Давайте идем по Д1. Да. Потом мы уже вернулись на эту точку по Д3. Или по Д4. Да. Ну, сначала по Д3. Д2. Получается Д3. Потом идем по Д2 и Д4. Д2 и Д4. Так, итак, Д1, Д3, Д2, Д4. Это один вариант. И второй вариант. А из, опять же, из R мы идем по Д1, но уже вворачиваем по Д4. Получается Д1, Д4, Д2, Д3. Так, теперь надо вернуться к графу Ж со звездой. И посмотреть, как там с циклами. Да, да, да. Вот здесь вот у вас есть левая картинка. Да, да, да. Мы, смотри, мы начинаем с ребра PR. Нет, секунду. На лево идите. Там место есть свободное. Пожалуйста, ровно в том стиле, в котором он писал. Вспомните, пожалуйста. Пишем P1, а Д то ли 1, то ли 2. Потому что на самом деле, ну типа так, да. И напишем D, понятно, да, 1, 2. То ли так, то ли так идем. Отлично. После этого что делаем? Мы возвращаемся в P. Ну, мы вернулись только что, да. Если есть выход в S. Отлично, пишем P, S. Из S есть два пути Q. Опять-таки, D то ли 3, то ли 4. Пишем D, 3, 4. А вот дальше два варианта. Нет. Либо вы идете в S из Q, либо вы идете в R из Q. Если мы пойдем в R, то мы зациклимся. Если мы пойдем в R, то будет плохо. Потому что мы слишком рано вернемся в точку P. И поэтому мы сейчас должны идти в S. Пишите Q, S. Q, S, да. А дальше мы уйдем в туалете D, 4, 3. Пишем D, 4, 3. D, 4, 3. Замечательно. Теперь что делаем? Q, R. Пишем, пишем. Q, R. Q, R. Нет, R не внизу, а на том же уровне. Q, R, да. Дальше D, 2, 1. D, 2, 1, да. Так, ребята, все же видно. Здесь 4 варианта. Потому что 1, 2 или 2, 1. И 3, 4 или 4, 3. 4 варианта. А там было 2 варианта. Спасибо. Все правильно, все получилось. Спасибо, отлично. Вы много поняли? Смотрите, 2, 2, 4. И при помощи этого мы доказали второй случай. То есть, третий и то есть, всю теорему. Правда, все поняли? Да. И заметьте, ни один вам полный матчик нельзя провести без этого. Да, да, да. Важный матч. Важный матч, да.